Денис Смехов Ну, хотим знать, какие, собственно, приоритеты он будет расставлять, как работать с налогоплательщиками Тут на днях он заявил, что основную задачу свою он видит в том, чтобы помогать бизнесу комфортно существовать Создавать все необходимые условия для своевременной и полной уплаты налогов Вот так Хорошо сформулировал Хорошо сформулировал Не придерешься Побеседуем, да, после 12.05 Но что касается нашей первой темы, то она архиважная И говорить об этом, и предупреждать всех нас нужно постоянно Потому что, вот смотрите, я посмотрел новости только лишь за первую половину этого месяца, второго весеннего Кировчанин потерял 8.500 рублей, пытаясь купить в интернете синтезатор Студентка, помогая подруге в соцсети, лишилась денег При помощи онлайн-банка мошенники украли у пенсионерки 45.000 рублей Дистанционный мошенник выманил у Кировчанки 7.500 рублей и так далее То есть это только за первую половину месяца и даже меньше Это только то, что попало в ленты Да, в ленты, а в рамках года это получается Это что, десятки, сотни случаев, когда мошенники пытаются выманить у нас деньги Это те случаи, когда им удалось выманить Сколько раз, когда они пытаются Я думаю, вот столько вот только у тебя на телефоне приходило сообщение за последние полумесяца Да Давайте будем говорить, давайте будем разбираться в этой проблеме Сегодня у нас в гостях Алексей Шатунов Начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска, управления МВД России по Кировской области Добрый день, Алексей Владимирович Добрый день Компанию вам составляет Сергей Павлович Баранцев Начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Кировской области Сергей Павлович, добрый день Добрый день Наши постоянные уже гости Наталья Костин Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Адвокат, добрый день Спасибо, что снова с нами И снова с нами Евгения Бутко Помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению Рассмотрению обращений и приему граждан Добрый день Добрый день Вот такая вот у нас большая компания. Какая тема такой коллектив? С чего начнем? С конкретных случаев? Да я думаю, наверное, да. Которые за последнее время были зафиксированы. Я думаю, что обозначим общие тенденции и остановимся на конкретных способах, которые сейчас в этой истории. Наиболее распространенные, скажем так. Да, да, да. Вообще, что я бы хотел сказать. Одним из видов преступлений, по которым мы ежегодно фиксируем рост количества обращений и заявлений граждан, являются мошенничества общеуголовной направленности. В истекшем периоде текущего года зарегистрировано 736 уже таких преступлений. Вообще, способов... По всей области? Да, по всей области. Это статистика. За три месяца прошедшие уже? Это можно сказать по состоянию на сегодняшний день. Квартал плюс половину месяца. Способов хищения великое множество, но тут необходимо выделить, скажем так, два основных направления. Первое направление я бы назвал классическим. Это когда происходит непосредственный контакт потерпевшего и преступника. Допустим, гражданину могут с какой-то просьбой обратиться на улицу, прийти к нему в жилище, представившись там сотрудниками какой-то службы. Ну и обманным путем пытаться завладеть его денежными средствами, какими-то материальными ценностями. Ну и второе направление, оно возникло относительно недавно, ну примерно 10 лет регистрируемые такие заявления. Это, значит, такие мошенничества, когда непосредственного контакта преступника и потерпевшего не происходит. Это направление стало развиваться с развитием средств коммуникации. В первую очередь это мобильная связь и выход в сеть интернет. И в момент совершения такого преступления, значит, мошенника и потерпевшего могут разделять тысячи километров. Вот таких преступлений зарегистрировано на территории области за три месяца 2018 года более 350. Это вот в общей массе, да? Да, в общей массе уголовных мошенничеств. Половина практически. Ну и исходя из этого уже остановлюсь на основных, наиболее, назовем их, опасных способах совершения мошенничеств. Это вот именно у нас в Кировской области, которые так распространены. Да, Кировская область здесь будет как срез ситуации по России. То есть примерно такая же ситуация и в других субъектах РФ происходит. Большую проблему для нашего региона составляют хищения, когда мошенник с мобильного телефона путем случайного набора осуществляет звонки на стационарные телефоны и сообщают ответившему от лица близкого родственника, что попал в какую-то ситуацию, связанную с нарушением закона. То есть либо поучаствовал в какой-то драке, либо совершил ДТП. И для того, чтобы эту историю каким-то образом замять, необходимо определенное денежное средство выплатить пострадавшей стороне. Если этого не произойдет, то все, как бы он будет привлекаться к уголовной ответственности и так далее. Общественная опасность вот именно вот этого способа состоит в том, что жертва и мошенничество в данном случае становятся пожилые люди, которые ввиду своих возрастных особенностей, скажем так, не всегда могут правильно оценить происходящее. Далее, значит, если человек соглашается на просьбу о переводе денег, используется вот в этой схеме непосредственно курьеры, то есть люди, которые оказывают курьерские услуги, либо водители такси, которым необходимо эти денежные средства забрать. В данном случае он может не догадываться о преступном характере своих действий, но когда он соглашается на выполнять просьбы преступника неоднократно, то тут уже необходимо задуматься, что он становится тоже соучастником этих преступлений. Тут, как бы, юридическим языком, можно сказать, зависит от уровня правосознания этого человека. Курьеры, вы сказали, да, с помощью курьеров это все делается. А если все-таки он попал случайно в другой город, денежный перевод используется лишь? Нет, здесь что происходит? Значит, что происходит на самом деле? То есть преступник находится в совершенно другом регионе, вот его здесь нет. То есть как только он почувствовал, что ему удалось обмануть гражданина вот этой вот легендой, у него встает проблема, как денежные средства эти заполучить. То есть как бы, и вот в этом случае, если он слышит, что человек действительно пожилой, ему просто не получится там дойти до терминала, эти деньги перевести на какие-то счета, либо абонентские номера, то в данном случае и задействуется курьер. Вот, то есть делается, допустим, вызов машины такси на этот адрес, вот, и дальше ему говорят о том, что, ну, вот у родственника необходимо деньги забрать, перевести срочно. Вот, и вот водитель такси... То есть водителя, в принципе, вслепую практически используется? Да, вслепую используется, да. И он идет как соучастник, вы сказали, да? Ну, нет, он идет, в данном случае, как свидетель, если действительно, как бы, он не подозревал о характере своих действий, вот, но если такие просьбы выполняют неоднократно, то тут уже, как бы, стоит задуматься о юридической квалификации его действий. Ну, тут сразу же надо, наверное, дать совет, что делать в этих случаях. Нужно звонить родственнику. Однозначно, однозначно. Во-первых, нужно, как говорится, поддерживать отношения. Ну, вот я уже сказал, да, что в данном случае потерпевшие становятся лицами пожилого возраста. То есть нужно со своими родителями, бабушками, дедушками находиться постоянно в контакте. Вот, эту информацию, вот, которую сейчас я озвучил, до них просто-напросто довести, что такие случаи могут иметь место. Вот, потому что, ну, пожилые граждане сложно относятся вот к нашей профилактической работе. Как бы она так или иначе упирается в возраст. Вот, поэтому нужно проговаривать возможность возникновения таких ситуаций со своими родителями. Вот, и однозначно, естественно, как бы, если такой звонок поступает, нужно позвонить сначала своему родственнику. Сергей Павлович, вы хотите добавить, пожалуйста, микрофон, да? Да, я хотел бы... Сергей Баранцев, начальник отдела информации и общественных связей МВД России по нашим регионам. Добавить по этой ситуации, мы вот с Алексеем Владимировичем работаем в тесной связке, они раскрывают преступления, мы стараемся, чтобы их совершалось как можно меньше. Выезжаем по адресам потерпевших, общаемся с ними. Но вот в этой ситуации, если говорить, все очень тонко рассчитано. Во-первых, категории пострадавших — это люди престарелого пожилого возраста. Звонок происходит, как правило, во внеурочное время. Поздно вечером, либо ночью. И, естественно, человек находится в стрессовом состоянии. И когда ему кто-то говорит, он слышит, как ему кажется, знакомый голос, и он сам его называет, то есть провоцирует. Володя, это ты? Да, да, это я, бабушка или дедушка. Ну и дальше вступает в разговор преступник. Вот ваш сын-внук попал в такую ситуацию, и мы предлагаем вам решить его проблемы, чтобы он не сел на длительный срок. Ну и дальше начинается под предлогом выплаты денег для того, чтобы решить эти проблемы. Дальше уже пошло по известной схеме. И вот совершенно верно Алексей Владимирович говорит, что в этой ситуации есть универсальный совет вообще против всех манипуляторов, которые пытаются нас обмануть, завладеть деньги. Это никогда не делать поспешных решений. То есть если вас пытаются к чему-то призвать, даже это на улице происходит, или вот таким дистанционным способом, никогда психологи советуют сделать паузу. Не торопитесь никогда расставаться со своими деньгами. Попытайтесь выяснить эту ситуацию. Если телефон занят, позвоните другим родственникам. Они свяжутся с предполагаемым пострадавшим в этой ситуации, и вы как бы примете правильное решение. Это вот касается и других случаях, о которых Алексей Владимирович дальше будет продолжить. Ну и встречаются просто вот такие уникальные случаи, когда вот находясь в таком стрессовом ситуации, женщина, пожилая, исходя из самых лучших чувств, переводит деньги, передает жулику, а потом и говорит, я понимаю, что там сын попал в беду, но у меня и сына-то нет. То есть вот такие вот ситуации бывают, и она, может быть, на всякий случай там, желая кого-то спасти, совершает такие действия. Это всегда пожилые люди? Или в основном пожилые? Я вот тоже хотелось бы дополнить, рассказать гражданам о том, что не всегда заглаживание вреда до возбуждения уголовного дела может явиться основанием для его невозбуждения. То есть есть такие составы публичного, частно-публичного обвинения, когда государство будет все равно осуществлять преследование определенных лиц, и потом потерпевший не всегда может, даже получив какие-то деньги, объективно, не возбуждать уголовного дела, или отказаться от него, или сказать, что они примирились там, допустим, с кем-то. У нас есть законодательные механизмы, когда уголовные дела прекращаются в связи с примирением с потерпевшим, но для этого требуется определенное время. То есть не спешите, никуда торопиться не надо. Если дело, возможно, будет прекращено, если там кто-то помирился, то для этого достаточно времени у вас будет. То есть даже если это на самом деле кто-то вот что-то сделал, то торопиться даже в этом случае не надо, да? Понятно. Так, надо нам сделать сейчас небольшую паузу, за полминуты буквально и продолжим нашу беседу. Давайте еще раз представим всех наших гостей, Николай. Ну, у нас какая тема, такие гости. То есть у нас Алексей Шатунов, начальник отдела по раскрытию мошенничеств, управления уголовно-розыском МВД России по Кировской области, Сергей Баранцев, начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Кировской области. Тема у нас инвестиционный или интернет-мошенничество, поэтому как бы понятно вот это вот присутствие людей. Правда, они сегодня не в форме, но выглядит все равно хорошо. Серьезно. Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев, партнер и адвокат, и Евгений Абудко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению и приему граждан. Вот такой вот, да, мошенничественная кампания. У меня такой вопрос созрел. Алексей Владимирович, а дел по раскрытию мошенничества он всегда был? Или прям его срочно пришлось создавать ввиду такого роста? Его срочно пришлось создавать. Срочно пришлось создавать. Потому что я вот тоже не помню, что раньше было вот такое специфическое дело. Да, потому что это актуально. С этим должны заниматься сотрудники специализированного подразделения. Однозначно было принято такое решение. Я хочу напомнить цифру, просто огромная цифра, да, за первые вот месяцы этого года по сегодняшний день. 736. 736 уже случаев таких. То есть надо полагать, что в году их будет несколько тысяч. Ну, по 2017 году чуть больше полутора тысяч дистанционных мошенничеств мы зарегистрировали. Это столько дистанционных. Дистанционные, да. Мошенничества общей уголовной направленности больше двух тысяч. Вот, ну и продолжим коротко по основным способам. Наиболее массовое явление последних лет это факты дистанционного хищения денежных средств с банковских карт граждан. Предоставляемые кредитно-финансовые учреждениями услуги дистанционного банковского обслуживания, дистанционного управления со своими счетами у нас преступники также своим вниманием не обошли. Ну и в данном случае хищение становится возможно ввиду некоторой разницы в познаниях в работе этих сервисов, которые имеют мошенник и которые в среднем у нас обладают граждане. Ну, скажем так, это финансовая грамотность. То есть преступники более тут сведущие. Да, они изучают работу вот этих вот сервисов, с помощью которых можно вывести денежные средства с карт. Здесь в принципе способов много, скажем так, обмана вот этого разговора, но суть сводится к одному. Преступникам необходимо завладеть конфиденциальной информацией о банковской карте потерпевшего. То есть начинается это с чего? Значит, ему необходимо получить информацию, которая для начала содержится на самой карте. То есть это полный номер карты, трехзначный цифровой код на обратной стороне и, как правило, срок действия этой карты. Зачем ему необходима эта информация? Значит, вот эти поля он в процессе, скажем так, совершения мошенничества заполняет в определенном платежном интернет-сервисе, который позволит ему в итоге эти деньги с карты потерпевшего вывести. То есть для этого придуманы какие, значит, способы, ну, скажем так, я бы назвал это разговорным шаблоном, который придуман преступниками. Это могут быть, значит, звонок может поступить гражданину, который разместил объявление, ну, допустим, на сайте Авито о продаже какого-либо товара. Все, что угодно может быть, там детская кроватка, телевизор, машина, все, что угодно. Вот. Человек звонит и говорит, что да, товар ему этот понравился, он без всякого просмотра его согласен его приобрести за цену, как бы указанную продавцом, без всякого торга. Это, естественно, как бы человека может заинтересовать. И, значит, так как он находится сейчас где-то, ну, не может подъехать, посмотреть, предлагает перевести предоплату за этот товар на карту потенциального, скажем так, потерпевшего. И, соответственно, эти данные бросит. Да, и бросит, естественно, номер карты, ну, номер карты называть можно, код, в принципе, тоже, но, значит, вот как только преступник заполнил вот эти поля, значит, электронные, нажал на кнопку, соответственно, от банка, клиентом которого является вот этот продавец, наш потенциальный потерпевший, этот банк, значит, держателем карты, да, вот, в которой он является, пытается его вот в этой ситуации безопасить, и что делает? Направляет цифровой смс-код, значит, на его абонентский номер. И причем там указано, никому его не говорите. Да, 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 действительно, там есть такая фраза. Да, это разовый код для конкретной операции. Значит, мошенник же выдает эту смс-сообщение, что это он его направил, как бы, да, как бы его идентифицировать, скажем так. Вот, и как только, значит, человек называет вот этот цифровой код преступнику, определенная денежная сумма списывается с его счета. Как правило, эта сумма не превышает 15 тысяч рублей, но сколько кодов гражданин называет, вот, значит, эту цифру мы кратно увеличиваем. Вот, и как бы есть возможность... А 15 тысяч рублей это автоматикой как-то ограничено? Да, 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 вот эти сервисы, они позволяют таким образом выводить деньги в сумме не превышающей 15 тысяч рублей. То есть, соответственно, если мошенник видит, что лимит по карте не маленький, лимит, если это кредитно, либо, значит, сумма вклада там, содержащаяся там тоже значительно, то есть он эти коды будет ему посылать, и банк будет посылать эти коды, значит, и гражданин сколько их назовет, вот столько денег, в принципе, не успешется. Вот те все случаи, которые, да, я вначале озвучивал, там, пытаясь что-то купить, потерял, или продавая что-то, потерял, это все одна и та же схема, вот, которую вы рассказали, да? Ну, не совсем, значит, в данном случае, как бы, вот, речь идет, ну, скажем так, способ этот вот на вот эти коды, потом дальше вот тоже, значит, каким образом пытаются получить реквизиты карты, делают массовую пакетную смс-рассылку, ваша карта заблокирована, тем самым создается поток звонков на... Кому такая смс-ка приходила? Всем, наверное, сидящим? Ой, я даже на одну из них ответил. Да? Ну, там была схема простая, то есть я ответил по этому номеру, вклад получился платный, у меня просто с моего телефонного номера улетели бабки. Вот и все. Больше ничего со мной не произошло. По мелочи, в общем, собирать. По мелочи, по мелочи, ты отправь таких там тысячу и умножь на мелочь. Ну, да. Ну, это метр рублей 150 скинулось. Путем вот этой смс-рассылки они пытаются создать поток звонков на абонентский номер, указанный в тексте смс, а дальше уже, ну, дело техник, скажем так, и квалификации вот этого преступника, чтобы вот эти коды у человека выманить. То есть, ну, суть-то это же, то есть, получается. Вот. Ну и где-то ориентировочно 4-5 лет, значит, получили распространение хищения денег с банковских карт, когда не происходит даже голосового, скажем так, контакта между потерпевшим и преступником, и хищение становится возможным путем установки на абонентское устройство смартфон гражданина специального вредоносного программного обеспечения. Вот. Значит, оно каким образом тоже распространяется путем рассылки тоже смс-сообщений, а в тексте, значит, этой смс-ки имеется ссылка на какой-то интернет-ресурс. Пройдя по этой ссылке, приложение устанавливается, и третье лицо, значит, без ведома владельца карты имеет возможность деньги с нее похищать. Вот таким образом. Значит, потерпевшими в данном случае у нас становятся люди, у которых подключена, значит, вот эта услуга дистанционного управления своими счетами. Ну, онлайн-банк. Да, онлайн-мобильный банк, все что угодно, вот. И абонентское устройство на базе операционной системы Android. Вот она пропускает вот эти вирусы, потому что система открытая. Система бесплатная, и, соответственно, рисков больше, чем. Вот это основные моменты, ну, буквально в двух словах. Самый, тоже сейчас вот один из распространенных способов, это вся вот эта интернет-торговля. На, значит, мало, скажем так, знакомых сайтах люди заказывают товар по полной предоплате, и очень часто этот товар просто не приходит. Тут, кстати, здесь все просто, как бы нужно понимать, что если у вас попросили полную предоплату за товар на каком-то сайте, очень высока вероятность, что товар вы этот не получите, и деньги свои, как бы, с большим трудом можно будет получить обратно. Ну, кстати, сейчас на сайтах, где что-то продается, покупается, очень часто можно встретить такой текст, что только за наличные. Это вот люди пытаются, да, избежать таких мошенничеств. Видимо, этим вызваны. Ну, да, да, то есть люди просто не хотят заморачиваться таким образом, и передача товара происходит только очно и при наличной плате. Ну, давайте сейчас перед рекламой-то все-таки дадим несколько рекомендаций, советов. Ну, в данном случае... Еще раз напомним, да. Вообще, скажем так, не стать жертвой мошенников в принципе очень просто. То есть любое мошенничество становится возможным только при активном участии в этом процессе самого потерпевшего. То есть если вы не будете сообщать какие-то коды, приходящие вам по СМС, называть реквизиты своей карты, никакие деньги у вас похищены не будут. То есть это нужно постоянно все... Свои действия, весь этот алгоритм действий нужно пропускать через голову и подумать. Вот. И если вам СМС-сообщение пришло, которое вас настораживает, там, о блокировке вот этой карты, то вы найдите, значит, телефон этого кредитно-финансового учреждения из открытых источников, а не из этого текста СМС. И вам доступно доведут, что в отношении вас пытается, кто-то пытается совершить мошенничество. Ну, банки, кредитные учреждения, я знаю, такую работу-то ведут тоже просветительскую, да, они памятки даже раздают, что тоже заботятся о своем авторитете, статусе, собственно. Да, сейчас и в банкоматах такая информация содержится при проведении каких-либо операций, уже такую информацию можно получить. То есть на это нацелено, и мы нацелены, и кредитно-финансовое учреждение, и мобильные операторы, все пытаются граждан предупредить. Насколько все-таки просто или непросто отыскать этих злоумышленников? Отыскать их очень непросто, потому что, как я уже сказал, значит, такие преступления, как правило, совершаются с территорий других субъектов Российской Федерации. Вот, то есть, по сути, мы боремся с преступностью, которая имеет место в другом регионе. То есть это все происходит через выезды в служебную командировку. Но, тем не менее, в 2017 году нами пресечена деятельность 15 таких лиц, которые причастны к совершению более чем 100 таких преступлений. Из мест лишения свободы мы знаем, да? Пять человек из них совершали преступления, находясь, уже будучи отсужденными, и находясь в учреждениях в СИН России. То есть они, соответственно, дополнительный срок еще получили за эти действия. Ну, я думаю, наверное, гостей, представителей полиции все рассказали. В основном, или Сергей Павлович еще хотел бы добавить, да, немножко. Буквально еще минутку я хотел сказать о профилактике. Вот у нас каждое утро начинается с того, что мы узнаем оперативную обстановку, которая за сутки. Естественно, идут эти случаи, которые, значит, произошли за минувшие сутки, как люди попались в очередной раз в лапы мошенников. И мы стараемся ежедневно информировать жителей Кировской области об этих случаях. Ну, и те примеры, которые мы приводили, как раз вот на ленте с сайта ОМВД ежедневно размещаются. Там же, кстати, размещены типовые правила поведения для граждан, как не стать жертвой мошенников. Ну, я принес в редакцию листовки, в листовки оставлю, да, внимание, мошенники. Вот такие листовки у нас используются при проведении акций. Они разработаны в ОМВД и совместно с Общественным советом при ОМВД России по Кировской области. При проведении акций, не дай себя обмануть, участковую полномоченные полиции при посещении квартир, прежде всего, одиноко проживающих женщин, ну, используют их, размещают. Поэтому только хочу еще призвать всех жителей Кировской области активнее вот в это включаться, информировать своих, прежде всего, родственников, знакомых о том, чтобы они соблюдали осторожность, были внимательны, не доверяли таким звонкам. И я думаю, в этой ситуации, вот как, например, уже было со случаем, мама, я попал в беду, ну, условно говоря, да, вот все больше становится таких покушений, все меньше преступлений, которые были доведены до конца. Спасибо большое. Сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу и продолжим. В нашей студии Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов, Яковлев и партнеры, адвокаты Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правому обеспечению рассмотрения обращений и приему граждан представителей полиции. Мы отпустили, в основном рассказали все. Я думаю, что они довольно-таки подробно нам все предложили. Вал, у тебя еще хочу напомнить, у нас вопрос есть на сайте такой, прямо в тему, да, людей, которые попадались на удочку интернет-мошенников, три варианта ответа. Я знаю, я не знаю, я сам такой. Вот я сразу ставлю галочку, я сам такой. Я сам такой. И на сайте, и на нашей странице ВКонтакте лидируют варианты ответа «знаю». Знаю. То есть это подтверждает то, что довольно-таки распространенное, да, сейчас? В общем и целом, в общей массе много ли таких случаев мошенничества? Ну, коллеги в первой половине нашей встречи сказали, что это преступление очень распространено, к сожалению, в том числе и на территории Кировской области. Эти преступления совершаются ежедневно. И я думаю, что все-таки здесь основной упор должен быть сделан на предупреждение. На профилактику. На профилактику, да, на профилактику, на проведение тех же, тоже разъяснительной работы с населением. Опять же, тех как раз слоев населения, которые больше всего подпадают под влияние мошенников. То есть это пожилые люди, одиноко проживающие, безработные. Те, кто находится в отпуске, например, по беременности, родом, по уходу за ребенком. Это все, они относят, это как раз категория такая более уязвимая. Помимо этого, конечно, нужно продолжать проводить разъяснительную работу с работниками банков, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, органов социального обеспечения, пенсионного фонда. То есть тут круг лиц достаточно широкий. — Но это вот вы назвали организации, от имени которых очень часто действуют как раз мошенники, да? — Да, очень часто действуют. Но, например, те же самые сотрудники банка, здесь с ними работа проводится, насколько мне известно, именно с точки зрения того, чтобы они информировали правоохранительные органы о возможных совершении мошенничества. То есть бывают такие случаи, когда, приведу один из примеров, в Кельмецком районе несколько лет назад, значит, одной из бабушек, ей лет 80, наверное, было, стали поступать звонки, как будто бы из приемной генерального прокурора Российской Федерации, с предложением, вернее, с уведомлением ее, что она выиграла приз генерального прокурора, но для того, чтобы ей его получить, ей необходимо перечислить там, началось, по-моему, все с 50 тысяч. Бабушка, недолго думая, пошла в микрофинансовую организацию. — А что конкретно-то ей посулили? Что за приз? — Приз, он должен был быть денежный. — А, денежный. — Денежный, да. То есть вначале ей сказали, вам необходимо внести 50 тысяч, и тогда вы получите там, ну, например, умножено на 4, я точно сейчас подробности не помню, но там такие суммы-то фигурировали достаточно большие. То есть она, недолго думая, пошла в микрофинансовую организацию, получила быстренько кредитик и перечислила через отделение банка. — Еще и кредит взяла. — Ну, это был как бы ни один факт. В конечном итоге она более 400 тысяч перечислила, и сотрудники банка эти платежи принимали, но правоохранители не информировали. И когда бабушка через месяц после совершения своих действий пришла в прокуратуру района и попросила, где мой приз, ну, понятно, что это было ясно всем, что это мошенничество. И причем наши сотрудники перезвонили на этот номер, и там действительно поднимала трубку девушка и говорила, что это прием на генерального прокурора. — Наталья, это все так? — То есть вот здесь вы говорите, что сотрудники банка, по большому счету, могли бы обратить внимание на это странное платежи, да? — Конечно, видишь, да? — Нет, 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 есть такие случаи, когда они предотвращают эти переводы, но вот тут, видимо, не получилось. — Да, есть цель проведения разъяснительной работы с сотрудниками банка. — Наталья, как это квалифицируется? Это мошенничество? — Это мошенничество, безусловно. — Хотела вспомнить еще случай конкретный. Произошел с моей бабушкой, пока она еще была жива. Перечисляла деньги с помощью почты. В определенной организации московские оттуда ей высылали какой-то товар, и она постоянно участвовала в каких-то розыгрышах. И чтобы продолжать участвовать, она высылала все больше и больше денег. Мы обрешались даже на почту, просили не класть ей корреспонденцию в почтовый ящик. Сотрудники почты отказались тогда сотрудничать. Но я хочу сказать, что это в масштабах, ну и даже Кировской области, это тоже нередкое явление. — Если сотрудники банка информируют и спрашивают часто пенсионеров, понимаете ли вы, куда вы деньги перечисляете, знаете ли вы, знаете ли вы, что бывают мошенники, то на почтах такую деятельность, к сожалению, не распознают. И я знаю, что бабушка очень много денег тогда потратила. — У нас тоже есть такие граждане, которые к нам приходят на личный прием, которые регулярно носят денежки и говорят, что вот сейчас отнесу точно, точно в этот раз я выиграю. И они не верят. Причем они потом приходят и осознают, что они что-то сделали неправильно, но получается, ты сам виноват. — Я за последние годы, наверное, автомобилей выигрывал целый автопарк. Две-три смс-ки за год приходят, вы выиграли автомобиль, зайдите на такой-то сайт и так далее. Просто не обращаешь, игнорируешь просто эти сообщения. — Это все правильно, да. — Потому что бесплатный шоссер, как говорится, только в машину. — Так это опять же, Володь, понимаешь, ты взрослый мужчина. Если человек 15 или 14 лет, который еще насчет бесплатного сыра не осведомлен, он вполне нормально нажмет на эту ссылочку и поехали, а родители заплатят. — В итоге-то, да, Витя? — Давайте, может быть, несколько таких вот простых советов. — Конечно. — Если мы говорим о том, что у нас распространены в первую очередь случаи это мошенничество с кредитными картами сегодня в настоящее время, то самые элементарные такие моменты. Но это, конечно, никому нельзя сообщать пин-код от своей карты. Опять же, нельзя хранить рядом пин-код на бумажечке и карту. Не надо этого делать. При совершении, например, каких-то интернет-покупок либо при возвращении из-за границы, если там совершали какие-то покупки, поменяйте пин-код. Опять же, когда, например, вы вводите пин-код где-то в том же магазине, ничего такого нет, чтобы как-то так повернуться, чтобы никто из рядом стоящих людей его не видел. Вроде как элементарно, но мало кто это делает. Опять же, стоит пользоваться банкоматами, можно так сказать, проверенными. Это те, которые расположены в крупных торговых центрах либо в тех же отделениях банков, в которых человек обслуживается. Которые находятся под видеонаблюдением. Да, избегать вот этих банкоматов, которые, например, где-то на улице. Конечно, в Кирове достаточно мало таких банкоматов расположено. Но в любом случае... В столичные города, иногда банкоматы вообще стоят такие, никакого банку отношения на самом деле не имеющие. Да, да, да. Ты, главное, туда карту вставил. Еще вот Евгению дополню. Не хранить пин-коды в сотовых телефонах. Кто так делает? Мне кажется, большинство граждан, потеряв сотовый телефон или сумку вместе с сотовым телефоном, преступнику будут доступны и ваши пин-коды, и карты. То есть там смс-ка или заметка как-то вот сохранена. Или подключение вредоносного программного обеспечения. То есть всю эту телефонную книгу вашу можно просмотреть. Соответственно, пин-коды будут известны уже. А мы же подписываем прямо там Сбербанк. Не четыре цифры. Да, тем больше карты у нас, тем больше вероятность того, что в сотовом телефоне мы это все записываем. Ну это да, если что, мошенничество с кредитными картами. Но следующий способ это у нас телефонное мошенничество. Коллеги говорили в первой части о том, что первое, что нужно сделать, это позвонить. Я так понял, что первое, что нужно сделать, это успокоиться, не торопиться. И подумать. И подумать, да. Какой-то звонок совершить. Вздохнуть. Да, считать, да, скольки-то там, вот как говорят. Да, да, да. Не делать никаких поспешных действий. Ну и понятно, точно так же не переходить ни на какие ссылки, если какая-то пришла сомнительная смска, например, к вам на номер телефона. То есть это тоже может быть одним из способов мошенничества. Ну и, например, совершая любую покупку, в том числе в сети интернет, либо когда вы приобретаете что-то в сомнительном магазине, тоже стоит не сразу ее производить. Подумайте об этом хотя бы час, не знаю, или скажите, что я приму решение, посоветовавшись с своими близкими, с родными. Не подписывайте никакие документы, не ознакомившись с ними и не прочтя весь текст подробно. То есть это вроде как все элементарно лежит на поверхности, но, к сожалению, впоследствии ведет к совершению преступлений. Ну и совет тоже не доверять еще, в частности, и своим знакомым, потому что бывали случаи мошенничества, когда одно лицо, допустим, не умеет пользоваться банкоматом, да, желает подключить себе какой-то интернет-сервис, там, привязанный к карте, и просит у друга помощи, помоги мне, он привязывает там смс к своему номеру телефона и спокойно похищает. Хотя эти лица, как правило, даже знакомы. То есть у них есть доверительные отношения. То есть до какой степени? Если вы не можете подключить какие-то услуги банковские, самостоятельно обратитесь в банк. Сотрудники банка вам помогут. Но не просите у посторонних лиц помощи, особенно у неизвестных. Вот и к тому же сейчас, вот если опять же брать те же социальные сети, когда, извините, вроде бы знакомый человек вам что-то пишет, да, но сейчас взламывают аккаунты легко или элементарно. До смешного доходит, когда мы сидим так же вот за столом, да, и вдруг один другому говорит, слушай, ты мне что-то привет-то передаешь и денег просишь. Я вообще вроде не в сети, да. Ну это очень часто, да, бывает. Приходит сообщение от человека, которого ты вроде бы знаешь, он вроде бы просит небольшую сумму, срочно на мой счет, ты же знаешь все, да. И оказывается... При любом телефонном общении надо понимать, что мы человека не видим. Не видим, кто это, не знаем, кто он. Поэтому доверять просто телефонному звонку, это очень большая неосмотрительность. Еще быстренько напомню два момента. Это ранее у нас из общения с IT-специалистом. То, по-моему, сегодня не называли это. Не нужно, никогда не нужно делать покупки в онлайн-магазинах, например, где общественный Wi-Fi. Легко взломать. Слышали об этом? Ну один из... Да, я читала такой способ предупреждения. Да, еще один момент. Совершать покупки на сайтах, внимательно смотреть, а тот ли этот сайт. Потому что сайт-клонники еще бывают. Внимательно наблюдать, смотреть. Ну, немножко не успели, тема такая, про нее можно очень долго говорить. Пока мы здесь говорили, люди придумали еще десяток новых мужчин. Давайте в ближайшее время повторим, да, соберемся еще. Спасибо большое нашим гостям. Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. Наталья Костина, адвокат, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Первая часть «Морского понедельника» завершена. До встречи через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова